Месяц Ниссан. В Талмуде написано, что когда человеку снится кто-то, например, Йоханан, по имени, что там есть два нуна, это значит Нисей Нисим Ясуло. У него будут чудеса чудес, всем чудесам чудеса. Вот так. А Месяц Ниссан, так его увеличают. Ниссан, два нуна, у него первый нун и последний нун, это значит ждут нас веселые и чудесные времена. Кроме того, написано, что в Ниссан, не Галу, а Вутейну, наши предки получили избавление, избавились от ига какого-либо, это имеется в виду египетский ига, в Месяце Ниссан. И в Месяце Ниссан они в будущем будут избавлены. То есть в последний их Галу, в последнее их изгнание закончится Месяц Ниссан. Это весь месяц полностью расположен для явления Мучиеха. Надо молиться и добиваться, а каждый еврей и каждый человек вообще может внести свою лепту в приход Машиеха и в совершенство нашего избавления. Я сейчас хочу задеть тему, которая на самом деле не только у меня, не только в моих глазах и в глазах моих соратников. Я думаю, что она в глазах очень многих людей является распростертыми вратами в приход Мушиеха. Какой это день? Это день, который начинается по нашему календарю сегодня ночью. Юд Ниссан. Десять дней в Ниссане. Сегодня вечером начинается Юд Алэф. Одиннадцатый день Ниссана. В этот одиннадцатый день Ниссана мир. Все миры. Все от начала до конца. Все творение получило великого человека. Юд Алэф Ниссан. Очень много сказано об этом. Очень обо многом люди уже знали и знают. Это день рождения Рэбэ. День рождения нашего последнего Любавичского Рэбэ. Последнего в династии предводителей и лидеров Хабада. Еще одна небольшая деталь. Это то, что он являлся седьмым от начала династии Хабада. А что написано у наших мудрецов? Что все седьмые, они любимы. К ним имеется особая благосклонность. А самое главное это то, что наш Моисей, Мушер Абэн, Медраж говорит, что он был седьмым после Авраама. И так как он был седьмой, то он вывел евреев из Египта. Это было, мне кажется, намного большее чудо, а может быть нет, чем выход евреев из Советского Союза. Между прочим, я когда-то, может быть, говорил вам, что Митсраин в цифровом значении букв означает 380. А 380 это СССР. Самах. Самах это 60. Три раза Самах это 180. Прибавьте R, еще 200. Вот нам 380. Это одна цепочка. И так же, как мы, нам не нужно представлять, мы хорошо знаем и помним, как было возможно вырваться из Советского Союза. И наши мудрецы, которые не надеялись на то, что мы когда-нибудь поймем, как наше поколение, так они дали нам такое видение, что из Египта, чтобы мы лучше это поняли, не было никакой возможности рабу сбежать и скрыться где-то. Этой возможности не было. Это была великолепнейшая армия. Армия, самая профессиональная армия в то время. Ну и как сейчас сегодня Америка стремится к этому, самая развратная страна она была тоже. И оттуда вырваться рабу было невозможно. И все-таки вышли мы оттуда. Как мы вышли? Нас вывели. Кто? Тот, кто выводит ягнят, которыми он дорожит, которых он любит, из степи, где вот-вот появятся голодные волки. Их вывел тот, которого называет, Зоар называет его Роэнээман. Верный пастырь, если перевести на такой, на такой, скажем, педагогический больше язык. Верный пастырь. А пастырь таких было всего семь у нашей нации. И что они творили? Какое у них имеется духовное содержание? И не только духовное. Какие у них есть возможности? И какое у них назначение? Эти пастыры, их назначение имеет вдувать в нас. Вот как, когда человека сотворили Всевышний вдул в него душу, которая оживляла его. Вдувать душу, жизненную энергию в душу духовную, в божественную душу, это происходит через Моисея. А Моисей имеется в каждом поколении свой Моисей. Моисей один. Так же, как у Моисея было там 70 старейшин и очень много других пророков и других рангов. Но Моисей был один. Так же во всех последующих поколениях. А что говорит Зоар Акадош? Зоар Акадош говорит, что и по что-то демуше распространение и извлечение Моисея бекол дорого дорого. В каждом поколении имеется свой Моисей, который получает энергию от первого Моисея, а энергия там проходит не через сжатие. Просто берешь отсюда и переводишь туда. Совершенно не сужаешь этого. Вот таким образом получились все наши вожди поколений. И один из них, тот, которому осталось вывести нас из Египта, из сегодняшнего Египта, мы сейчас заделим, что такое сегодняшний Египет, и ввести нас в храм, в третий храм. Медраж говорит, Моисей, Моисей, Гоэл Решон, Моисей, он Гоэл Решон, он первый избавитель наш, в Моисе Уган, Гоэл Ахарон, он также избавитель последний. Гоэл Решон в Гоэл Ахарон. Вот этот человек, который Гоэл Ахарон, потому что он является неотъемлемой частью Гоэл Решон, первого, это наш Любавишский Ребет, седьмое поколение Аталта Ребет, основоположника Хасадизма Хаббата. И, между прочим, это явление на одного человека в целом поколении, в целый его период. И это наш Ребет. К чему это я подчеркиваю сейчас? Я хочу, чтобы вы все имели какое-то более такое внешнее, наружное отношение, наружный контакт с Ребет. Это очень важно. Вот точно так, как мы делаем митвот какие-то, да, мы одеваем тфилу, мы зажигаем свечи, мы делаем брыдмила, мы не всегда знаем всю внутреннюю, глубокую часть, заложенную вот в этом митвоте. Мы понимаем, что такая часть есть, но мы не чувствуем ее, мы не думаем о ней. То же самое при связи к Ребет. Мы должны понять, что нам нужны какие-то наружные, внешние процедуры. И я вам могу сказать, что в последнее время ощущается связь с Ребет и последствия того, что ты написал Ребет и предстал перед ним тем, что ты написал. А это я уверяю вас, когда пишешь Ребет, то каждый человек начинает задумываться. Он обязательно входит в сферу правды, в сферу откровенности, в сферу, назовем ее, чувы. И вот чува сейчас серьезная. Он серьезно отрывается от грехов и серьезно переходит в мир, в мир нужный ему. Связь продолжается. Люди, которые пробуют это делать, пишут письма, есть очень много явлений, которые на простом языке называются чудеса. Я уже не говорю о том, что при жизни Ребет делал очень много чудес, которые сейчас, я как раз на днях видел, вышли фильмы в Хабаде, в Джене, это есть такая организация, в которой они сейчас делают фильмы из рассказов людей, которые были у Ребет. больших людей, которые были президентами стран, там, Америка или Израиль, или, и Крэм приходили со всего мира. Это было все как-то не то, что засекречено, но это было не для всех доступно. Сейчас начало это выходить. И сегодня, сегодня, как раз конкретно сегодня, я видел небольшой фильм, который был когда-то показан, выступает израильский генерал и рассказывает о его встрече с Ребе и как там все было. А сегодня, я видел, это на английском языке говорит американский еврей, но он соблюдает все и является каким-то активным деятелем в еврейских организациях. Он рассказывает так, что он слышал, что израильский генерал Ариэл Шарон, Нарек Шарон, известный генерал, должен был лететь на самолете в Израиле из Нью-Йорка. Он зашел к Ребе, учил аудиенцию и сказал Ребе, что он улетает. Ребе ему сказал, знаешь, отложи полет. Вот он такое слышал, он послушался и отложил полет на один день. Но было что делать, но были лекции в университетах среди еврейских общин. А потом оказалось, что этот самолет захватили террористы и он сел в Алжире. Но в это ходить не будем, мы войдем тоже не в саму суть, а лишь в то, что было дальше. Он говорит, он знал Любавишского Реба, он бывал у него несколько раз, но настолько он хотел иметь какой-то источник нормальный, он не знает, а только слухи такие пошли. Так на следующий раз, когда он был в Ребе, в Ребе он был долгое время, и обычно это было ночью, и они говорили там о делах, которые стояли на повестке дня, а ему все время хотелось вот это как-нибудь спросить, найти место и спросить Ребе, было ли такое. Так он спросил, Ребе сказал, да, я помню, я помню, это был его визит, такой-такой-то, и я его благословил, но вы его благословили, но вы сказали ему, чтобы он не летел этим самым Андрейсим. Он говорит, да, он мне сказал, что летит завтра. Я сказал, не надо. А то он спрашивает, так как, Ребе, вы что, вы представляете, что вы говорите, вы же реальный человек. Как такое творится, и люди об этом не знают. Как это вы видели? Он говорит, а я не видел ничего. Он мне сказал, что он прощается, он улетает завтра, сказал, не улетает. Так почему же вы других не предупредили, которые были в этом самолете? Я говорю, а я не видел, я не знал. Я не знал, я знал, что он лететь не должен. Все. И это сегодня я видел. Это есть в Ютубе, все это можете найти. В Хабаде чудеса у наших предводителей никогда не было, не занимало большого места. Всегда они были. Если бы их не было, мы бы сегодня здесь не сидели. Мы не отрицаем и не отказываемся, главное, от чудес. Мы знаем, что все, все это чудеса. Особенно сейчас, когда мы говорим про Рэбе и про Пейсах и про Ходаш-Ниссан, мы знаем и должны осознавать, что наша фортуна находится над мировым созвездием. Созвездия, которые есть и получаются для всего мира. Это дает нам строение характера, строение наших качеств, иногда в лучшую сторону, иногда в хужую сторону, состояние наших склонностей. И евреи имеют над этим еще один зонтик. Где мы это видим явно? Первое вот такое явление было в исходе евреев из Египта. Это Песах. А потом уже были другие праздники. Был праздник Пурин, очень известный нам всем, Ханука. Так если мы сейчас не посмотрим на эту хронологию, а посмотрим на хронологию явлений, то мы увидим, что по календарю Пурин находится это последний месяц в году, а первый месяц это Песах. Так как ни странно, мы Пурин уже отпраздновали и тут же мы входим в Ниссан. И одно из выражений из избавления из чудес Пуры мы очень близки к избавлению и чудесам Ниссана. Это по другой линии. Так что мы сейчас с вами находимся вот в такой период времени, что мы вышли из Пурима и вошли в Ниссан. То есть одно чудо за другим. Но с чем мы ушли из Пурима? Перешли мы сейчас в Ниссан. А с чем мы ушли из Пурима? Основная роль чудо совершившегося было то, что персидский король Ахашвирош вдруг на него напала бессонница. Утром должны были повесить Мурдыхая. Этот самый Гаман можно повесить Мурдыхая. Ночью он устроил пир, то есть не она Эстера Малка устроила пир. На этом пире она удовольствовалась обещанием Ахашвироша, что он сделает для нее все, а даст ей пол государства. И она сказала ему приди завтра, завтра с Гаманом вместе и завтра на этом пире, я тебе скажу, какая у меня к тебе просьба. Он согласился. А началось все с того, что после этой пирушки Ахашвирош пришел домой во дворец, хотел спать, но он что-то не мог заснуть. И тогда он велел, чтобы ему читали, это очень интересно. Я иногда прошу внуков моих, особенно в дневные субботные часы, когда я иду отдыхать, чтобы они читали что-то и усыпляли. Стицы там начали читать и затронули момент. Пошли они так по дневнику, по событиям, пришедшим в царство его в это время. И дошли до того, что двое его телохранителей самых близких хотели договорились отравить. Это был какой-то народ, у них был другой язык, большинство людей не понимало этого языка. А Мордахай все время сидел там на дворе в таком месте, где он все видел, все слышал, там он должен был сидеть. По своей воле, по воле Всевышнего. Он услышал эти переговоры и передал их Эстер, а Эстер передала Ахашмирошу в свое время, тогда. Ахашмирош тут же назначил людей, исследователей и так далее, и выяснил, что это правда. Их повесили. И спрашивает учтица, скажи, чем его наградили за это. Ничем не наградили. Не записано. Есть такая рубрика, какую награду он получил. Ничем не наградили. Как это может быть? А ну, кто там при дворе? И как раз пришел Хаман во двор просить разрешения повесить Мурдыхая в своем дворе на 25-метровой виселице. Он приготовился вчера. И наша Тора отмечает этот момент как самый главный момент этого чуда. Вот тут произошло. Поэтому когда читают Мигилу, вот в этом месте надо возвысить голос, перейти на другую октаву. И что во всем этом кроется, решила судьбу нашего народа тогда. Это просьбы мольбы Эстер и безграничная любовь Ахашвироша к ней. Так почему надо поднимать этот голос возбушать? Потому что там написаны очень интересные вещи. Опять-таки как почти все, абсолютно все отрасли Торы, все сказанное в Торе в открытой Торе невозможно понять без хасидизма, без кабалы. То есть можно понять, но это будет поверхностно, глубже не получится. В Мигеле написано Балайла Агу вот в ту ночь. Она так детально описывает, как они пирсовали там, потом разошлись, а ночью царь не мог заснуть. А для чего написано Балайла Агу в ту ночь. Вот так же идет день, вечер, потом идет ночь. Каждому было бы ясно, если бы не было написано Агу, Балайла Агу это в ту ночь, если бы слова в ту не было написано, то тоже понятно. Говорит Хасадизов Медраж Агу вот это слово в ту ночь, в ту ночь подразумевает, что Лайла само по себе же это ночь, а та ночь это еще большая тьма. А что такое у нас ночь? Что происходит ночью у человека? Ведь вот все есть, руки, ноги, голова, и даже мозг есть. И глаза, и язык, все существует. Но как это существует, это не функционирует. Слышать, может быть, слух немножко функционирует. Если кто-то выстрелит, то он услышит. Кто меньше всех и меньше всего функционирует, это глаза. Мозг еще работает, могут сниться какие-то сны, какие-то видения, чувства какие-то могут тоже пробудиться в нем, но видеть он ничего не видит, глаза прикрыты. Хасидизм объясняет, что ночь символизирует Галут, наш Галут, наше изгнание с нашей земли и из нашего статуса. Какой был у нас статус до того, как мы ушли в Галут? У нас был свой храм, у нас были свои обычаи, у нас была своя культура, и не просто та культура, культура, в которую входило 12 колен, в каждое колено имело свое предание, свои обычаи, свою традицию, все колены были разбросаны, они были единый народ, но единый народ, это не значит, что это одинаковый народ, как человеческий организм, человеческий организм, он одно целое, руки это одно дело, уши это другое дело, глаза и так далее, ноги, это совсем разные вещи, а потом внутренние органы, каждый имеет свое назначение, каждый имеет свое развитие, каждый имеет свои элементы питания, что его развивает, и не дай Бог наоборот, деградирует, нельзя ошибаться, нужно хорошо, хорошо во все это вникать, когда человек бодрый, не спит, то появляются все качества возвышенности одного члена от другого, одной части тела от другой, мозг над всеми, потом уши и глаза и говор это дает, это находится на самом высоком месте, это отличается своей важностью, своими талантами, своей способностью, решающие вещи человек делает по диктованию мозга, без того, что мы входим дальше во все эти мелочи, мы уже знаем, что когда человек не спит, в нем больше проявляется его особенность, его способности, его таланты, вот такое состояние было у евреев до того, как они ушли в Галут, у них был тогда свет, у них был день, ночь не меняет ничего, все, что стоит в доме или на улице, во тьме, это находится так же днем, то же самое, ничто не меняется, но человек не видит ничего, нет реакции, ничто не пробуждает в нем какую-то реакцию, какое-то действие, эта самая ситуация находится у евреев в Галуте, а не ночь, тьма, сон, написано в Шираширин, а не ешина, я сплю, Зор говорит, бы Галута, прибавляет, во время Галута я сплю, и вот это определение ночи, а что это такое гу, та ночь, зачем это Мигела пишет, та ночь, в ту ночь он не мог заснуть, это лишнее, это не лишнее, в ту ночь это еще то, что темнота, тьма усугубляется, она становится мощнее, она страшнее становится, настолько все затмилось, что человек не знает, где день, ему все кажется, что это день, на эту ночь, такое было состояние, а как они дошли до такого состояния, что надо было прибегать к такому чуду, что вот это, вот такая тьма должна была осветиться вдруг, и от кого она осветилась, от Ахашвироша, Ахашвироша осветил ее, он тут же распорядился, то, что надо было сделать, сделали, и уже евреи были совсем-совсем в другой степени, что привело евреев в такой тьме, вызвать такую тьму у Всевышнего, их привело то, что они вдруг стали преклоняться культуре Ахашвироша, культуре той империи и тех народов, которые жили вокруг, во-первых, их пригласили, раз пригласили, если царь сам приглашает, устраивает пир, как это граждане не пойдут, они жили очень хорошо тогда там, и вдруг им такой почет отдали, и мало того, им дали там кошерную пищу, кошерное вино, взяли очень много еврейских людей, чтобы были мажги, им там, чтобы наблюдали за кошерным, все было хорошо, но им вот эта вот пирушка, которая продолжалась 180 дней, вошла в них очень глубоко, а евреи, между прочим, где-то есть такая характерность, во-первых, есть у нас закон, который говорит, когда ты в государстве, уважай государство, почитай, почитай его законы, его правила, но есть ограничения, то, что не противит нашей традиции, выполняй свой гражданский долг, например, плати налоги, иди в армию, не ешь ни кошерное, не пей ни кошерное вино, не переходи вот эту черту с апрета, вместе с тем, у них настолько это набралось, им бы никто ничего не сказал, побыли, поели, первую ночь, вторую ночь, шалом, танцевали, там доходило уже до большего, чем танцевали, а им это понравилось, и они восхищались этим, и тогда все, Вишний сказал, что этот народ мне уже не нужен, я его уничтожил, я себе сделаю, создам новый народ. До этого началось вот то же самое в Египте. Евреи постепенно на протяжении десятилетий приняли на себя духовное рабство тоже, не только наружное физическое рабство, что их демные ножны порабощали, приняли на себя и уже были солидарны с происходящим, внутренне солидарны, им это нравилось, это к ним прилипло. В хасидизме написано, что есть такой момент, ведь все души находятся в каком-то послании в этот мир для того, чтобы избавить искры Божьи из тех мест, где они находятся и возвысить их обратно. Так это же благородное дело. В хасидизме употребляется, что иногда тот, который должен избавить эти искры, к нему лепится и он сближается с тем, что эти искры сжимает, ущемляет их, то есть к нему прилипает грязь, такая оболочка, что она грязная не должна быть. И вот поэтому евреи в Египте попали в эту ловушку, 80% евреев не могли выйти из Египта. Кто вывел евреев из Египта? Кто осилил все это? Кто превратил, они практически были рабами, кто их превратил в народ, не просто в народ, 40 лет водил их по пустыне и обучал их военному делу, они все время воевали. То есть он воспитывал народ от А до Я. Он из них делал настоящую профессиональную армию во всех направлениях. Там все время носили по пустыне эти предлежности переносного храма, там приносили жертвы, там выполняли обряды, все делалось там. Получили Тору на горе Синай сразу после исхода из Египта. То есть вершивость вдруг превратилась в народ. Первое выступление нашего великого вождя, и он это передал дальше. Через много столетий был еще один вождь, которого звали Мурдыхай. И он спас в той ситуации, он уже видел, он видел, что надо опустить верхний парашют, не нижний. Нижний все законы природы, все убеждения просто так не помогут нам здесь. и так же, как Моисей стоял и молился, чтобы Всевышний простил им грех золотого отельца, а если нет, он сказал, Всевышний ему сказал, знаешь, слушай, давай перестань на эту тему, я тебя трогать не буду, я построю с тобой, на тебе, на твоем начале построю новый народ. сказал ему в ответ Моисей, если ты хочешь их истребить, вот я первый. И сотри мое имя и всего, что написано в Торе, я не хочу в этом участвовать. Я одно целое с моим народом. И вот этим он взял, этим он покорил Всевышнего. То же самое мы наблюдаем в Мурдехае. Он видел, что евреи не могут избавиться от вот этой грязи, что к ним прилипло. И тогда он сказал, слушай, надо что-то делать. Эстер ему сказал, надо идти постиг сюда-сюда, но что он сделал? Он как ни в чем не бывало пошел, собрал 22 2000 еврейских детей. И они начали молиться, и они начали заниматься, как будто ничего не произошло. Он знает, что есть такая угроза, еще сейчас, через 11 месяцев, будут их всех лезать, беспощадно, младенцев и женщин, и кому хочешь. Он перешел в другую сферу, и он передал это народу. И в то время весь народ вдруг осознал, он из своих чувств дал им те же самые чувства. Вот это и есть то, что передает глава поколения низшим. Вот это он сделал. И до евреев дошло. Написано Алтар-Ребе пишет, что Гаман поставил вопрос так, что если евреи перейдут другую веру, в их веру, он их пощадит всех. не будет трогать никого. Тот, кто придет, пожалуйста. Не нашлось ни одного человека в Персии, в купеческой Персии. Перские евреи, они очень такие коммерческие. Никто не прошел. Это те же самые евреи, которые сидели и наслаждались вот этой трапезой и веру, вдруг их вдохновило совершенно по-новому, и они решили, нам лучше погибнуть с тобой, чем предать тебя. Вот вам ситуация. И то же самое, всю эту золотую нить в нашем поколении продолжает это наш рэго. Он дал нам вот это вдохновение и дал нам вот эту возможность и силы идти на крайние меры, которые мы предпринимали в Советском Союзе. Были евреи, что ну надо слушать это же нарушить одну субботу для того, чтобы сохранить много суббот, потом будешь их соблюдать. А были евреи, которые вообще не хотели слушать, им не нужно входить во все эти дискуссии. во все эти реплики одним из них был близкий дорогой мне человек мой отец. Мой отец никогда не остригал бороду, никогда можно сказать официально где-то не работал. Он был всю жизнь в бегах. В конце сороковых годов была большая облава на религиозных евреев, хасидов в Самаркане. Посадили много евреев бухарских евреев, которые были приближены к Хабаду. В основном были евреи с бородами, большие хасиды. Был там раввин, который эмигрировал, эмигрировал, бежал с Украины, я не помню или он был, в Кременчуке, кажется. Шмай Марвиновский, Шмай Дырок. Он сказал двум своим парням, два сына было, убегайте, тут сегодня ночью арестовали того-то, убегайте. Одному было там двадцать лет или двадцать два. Вот такие два брата. Я хорошо тоже знал позже. Когда это происходило, я еще не родился, но позднее мне уже пришлось быть с ними очень благородные и одаренные и религиозные люди. Но надо скрыться, надо острить бороду. А мой папа бывал до этого в Самарканде и он был с ними знаком. Но он жил в Ташкенте. И они решили бежать в Ташкент. И в Ташкенте они пришли в синагогу. Нашли синагогу, знали, где она, в Сагбан. Пришли туда, но их никто не знал, и люди тогда боялись, кто-то новый, еще молодой парень входит в синагогу. Иди знай, что ждет человек, кто зайдет после этого. И вдруг они увидели моего отца, они его знали, они подбежали к нему. Говорят, Рапмейер, кто вы, как вас, что вы, откуда вы? Они говорят, мы ЕХМК, а я есть ролик, два брата, мы Равина Шмай и Маринов с сыновья. Он посмотрел в глаза, и как это? Вы без бороды? Они говорят, а, вы знаете, что произошло? Там просто вчера ночью была обла, мы посадили того, этого, всех посадили, и мы решили бежать сюда. Вы находитесь в гонении и в бегах. Так что же вы сняли бороду? Эта борода же вас защищает, это ваша защита, а не угроза. Вот такие люди тоже были. И слава Богу, наша взяла такая громадная империя, как Советский Союз. Думаться только. Мы должны себя приучить к тому, что стараться жить вот в этой сфере. А для этого много не надо. Я тут смотрел раньше, хотел что-то провести вам из Тании. Есть 42-я глава в Тании. Я искал в Тании на русском языке, чтобы всем было ясно. В Талмуде говорится так, так как у нас в стихе написано, «А теперь, Израиль, чего Всевышний Бог твой требует от тебя?» Вы сейчас входите в Израильскую землю и, пожалуйста, ведите себя как нужно. «Требую я от тебя того только, чтобы ты страшился Всевышнего Бога твоего». Больше ничего. В Талмуде устраивается целая дискуссия, целый разговор на эту тему. Что значит «Больше ничего? Только этого требует». «Разве страх столь легко достижим?» Отвечает Гемора Талмуд. «Да, для Муше это легко достижимо». Ответ на первый взгляд непонятен. Это в Танне написано, что я сейчас читаю. «Ведь сказано требует от тебя». Дело в том, что в душе каждого еврея есть нечто от Муше, ибо он один из семи пастырей, которые привлекают жизненную силу и божественность ко всем вместе душам евреев. Потому они, эти семь пастырей, называются пастырами. А Муше рабейну всех их в себе обобщают. Он называется верным пастырем. А именно он привлекает категорию «даат». Это в Третьем Пейлике написано «даат». Что такое «даат»? Это степень в душе. После хохма вина идет «даат». Хохма это мудрость перевод, но это на самом деле когда тебя осеняет какая-то мысль, но она еще не сформулирована. Абина это ты уже начинаешь разбирать. А «даат» это когда ты уже чувствуешь, ощущаешь эту мысль, эту идею. Муше рабейну привлекает категорию «даат» ко всем вместе душам евреев, дабы они знали Бога. Каждое в соответствии с познавательными способностями своей души. А чтобы они знали Бога, в Третьем Пейлике он приводит, это от слова «и познал Адам Еву». То есть это не только что он знает что-то внешне, что-то наружное. Нет, это полное воссоединение. В соответствии с познавательными способностями своей души и ее корнем наверху. И с тем насколько она черпает от корня души Мошер Абейну укоренены высшим знанием. Называется даатерион. Что в десяти сферот мира отселут, находящиеся в единстве с манерующим, благословен он и его знания едины. И он знание. Помимо всего этого в каждом поколении искры души Мошер Абейну нисходят и облекаются в тело и в душу мудрецов поколения отчей общины дабы учить знанию народ чтобы знали величие Бога и служили ему сердцем и душой. Ибо служение сердцем соразмерно знанию. Как сказано знай Бога отца твоего и служи ему с полным сердцем и с душой желающий. А я главное могу вам сказать что это если человек доходит даже начинает до таких степеней доходить что он внутренне хочет соединиться с Богом то он все делает с радостью ему вдруг становится хорошо. А о будущем о времени Мощееха сказано и не будет и не будут учить друг друга говоря познайте Всевышнего. Почему? Ибо все будут знать меня. Но основа познания не есть только знания чтобы знали о величии Всевышнего от учителей и из книг. Основа в том чтобы углубиться знанием величия Всевышнего и укоренить мысль свою во Всевышнем всей крепостью и силой сердца и мозга так чтобы мысль человека была связана со Всевышним крепкой и сильной связью так же как она связана с чем-либо материальным что он видит телесными глазами и углубляется в это мысленно и вот от этой степени что она у Моисея была у самого очень развита он кормил наши души до сих пор кормит мы должны начать потихонечку идти в эту сторону давайте поможем Моисею а это значит так начнем с пяти минут перед молитвой задумаемся перед кем мы идем молиться потом у нас имеется сидур сегодня очень хорошие переводы и там каждое слово заставляет себя задуматься но не больше чем пять минут десять минут максимум не нужно в это входить потому что это не не совсем для всех одинаково и не особенно в наше время так что начнем с этого и вы увидите как наши наши сердца раскроются а всевышний такое не пропускает и мы должны писать рэвое письмо вот завтра в целый день пишите каждый в своем месте может написать не обязательно длинное письмо но от всего сердца и отправить это письмо надо это отправить на Оил в Америку есть специальная корреспонденция как это послать возле каждого из вас находится Бетхаббат там знают как это сделать вы только напишите свое имя имя матери вашей напишите проблему и напросите просьбу и все больше ничего не надо кто захочет поздравить с днем рождения пусть поздравит а главное чтобы свершилось уже то чего мы ждем постоянно беспрестанно ждем Мащия Ахциткейну чтобы Рэбэ пришел вместе с ним и явился к нам вот здесь все мы души в телах до свидания вам товарищи вот у вас завтра рабочий день больших достижений битング все бороться до свидания битвы до свидания